Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа, член правления центральной лаборатории и член правления общества лабораторных специалистов Латвии. Так, наверное, можно перейти на русский язык. Доктор медицины Елена Стороженко. Доктор, добрый день. Здравствуйте. Да. Ну, вот понятно, что особое время, оно уже продолжается, наверное, год, дальше больше марта месяца прошлого года, уже можно сделать, не знаю, какие-то выводы, заметки на полях, может быть, для будущей книги. Вот как вы оцениваете вот этот период, если даже можно сравнить работу вообще лабораторных специалистов, когда эта пандемия началась вот год тому назад и сегодня? Да, это очень, скажем так, понятно, что как бы просится слово тяжёлое время, но я как лабораторный специалист и особенно человек, который много как бы своей профессиональной деятельности посвятила именно микробиологии, скажу, что это очень такое значимое, очень интересное время, потому что, ну, как бы мы видим, как один вирус, которого, может быть, особенно не придавали этому значения, один вирус может так повлиять на, в общем-то, на уклад жизни, ну, всего человечества. И мы здесь видим, что в таких условиях всё, что мы раньше думали и всё, что мы как бы имели какие-то превентивные планы подготовки к таким пандемиям, конечно, всё это очень понадобилось. И работая здесь в центральной лаборатории, я вижу, насколько важно теперь в это время командная работа. Это команда, где любой человек, любая профессия очень важная. Это и специалисты логистики, это и специалисты колл-центров, другие технические работники, и, конечно, работники, которые тестируют. Нужно сказать, что в центральной лаборатории это было, ну, это вот на данный момент нужно отметить, что просто, ну, невероятное, как бы, участие в этой диагностике именно благодаря такой сплочённой, очень сильной команде, очень сильной логистике и очень такими фантастическими возможностями быстро приспособиться к меняющейся, как бы, лабораторной жизни, вводить новые технологии. И нужно сказать, что вот в это время, как бы, такое ключевое слово, это, вероятно, команда, командная работа. Нужно сказать, что в этих условиях, ну, как и всегда, наверное, это все исторические времена нам это показывают, что в тяжёлых условиях люди сближаются и действительно работают и делают невероятную работу. Если бы кто-то сказал, скажем, работникам центральной лаборатории, что возможно ли такое количество анализов в сутки сделать, причём довольно-таки сложных, молекулярно-биологических, то, ну, просто никто бы не поверил, не поверил бы в это. Сейчас это реальность и, да, действительно, это большой вызов, с которым, ну, я бы сказала, что центральная лаборатория с этим справилась. Вот не могу вас не спросить, ну, уже, наверное, очень многие жители, не знаю, большинство или нет, но всё-таки уже успели хотя бы раз один сдать тест на COVID-19, поэтому, наверное, им тоже будет интересно узнать, что дальше происходит. Ну, мы понимаем, что вот берут эту пробу, да, соответствующую, там, из назальной области, потом это всё запечатывается, пробирка доставляется, вот, ну, к примеру, в центральную лабораторию. Вот за этот год изменились вот ли, так вот, ну, совсем наших радиослушателей не мучают какими-то научными терминами, по-простому эти тест-системы? То есть, не знаю, в прошлом году, в марте или апреле у вас занималась только-то времени проверка, да, сейчас это, не знаю, намного быстрее, технологии совершения специалиста подготовления, может быть, несколько слов об этом? Ну, для сравнения, предположим, вот тесты, тесты, которые вы назвали, да, ну, в основном это молекулярно-биологические, это определение генетического материала этого вируса, достаточно сложные тесты, которые требуют специальную профессиональную подготовку. Если до ковидные, так скажем, времена, молекулярная биология, она, ну, из-за своей именно сложности всё-таки занимала, ну, такую меньшую часть всех исследований, можно сказать, даже, ну, совсем небольшую, но мы можем сказать вот такую вот цифру, в зависимости, конечно, от лаборатории, предположим, центральной лаборатории, это, может быть, все молекулярные, может быть, было 100, так, 100-300 анализов в день, то сейчас, вот, послушайте, эта цифра, это 5 тысяч анализов в сутки. Ужас. 5 тысяч. Это, да, даже, ну, нечего там говорить каких-то там процентов на сколько, то есть тут нужно сравнить 200-300 и 5 тысяч в сутки. Поэтому, конечно, лаборатория, лабораторные работники, ну, в таком режиме сейчас работают, ну, действительно, как и медики, которые лечат таких тяжёлых пациентов, так и лаборатория круглосуточно проводит эти анализы, действительно, круглосуточно. Центральная лаборатория имеет больше, чем 60, 63 филиала, и эти образцы приходят, можно сказать, со всей территории Латвии, и поэтому тестирование должно происходить 24 часа в сутки. Так это и происходит, потому что все понимают, что это, в данной ситуации, нельзя отложить эти анализы, потому что мы знаем, что если позитивный результат, то, соответственно, работают эпидемиологи, это, соответственно, источник инфекции, распространения и так далее. Поэтому именно, может быть, даже если сказать на будущее, что, вероятно, благодаря вот такому, действительно, такой вот жёстким условиям, и просто, ну, нет другого выхода, и так лаборатория работает, что это достаточно сложные молекулярно-биологические анализы стали рутиной. И в дальнейшем, конечно, лаборатория будет идти, и уже сейчас, соответственно, есть наработки, что и в дальнейшем, конечно, развивать именно это направление, молекулярно-биологическое, и, конечно, принимая во внимание все эти объёмы и необходимость того, чтобы результаты были быстрые и точные, также идти по пути автоматизации молекулярно-биологических исследований. Конечно, и сейчас очень много автоматизации, но в дальнейшем такую автоматизацию применять также и для определения генетического материала других микроорганизмов, что практически для врача это означает диагноз. Мы должны понимать, что молекулярная биология, в отличие от других результатов исследования, предположим, какие-то... Воспалительные процессы, ещё надо понять, где они, это воспаление. Ну, я так утрирую, но общий смысл, чтобы было понятно нашим радиосуществом. Для врача это означает практически, если определяется этот возбудитель, его генетический материал, не антитилактный, а генетический материал, практически для врача это диагноз. То есть лаборатория выдаёт ответ позитивный, например, вот это SARS-CoV-2-RNS, это диагноз, значит, пациент болен этой болезнью. Так же, как и другие возбудители, там и ХИФ, и Хацева, и другие. То есть это нужно понять, что это быстрая диагностика, быстрое лечение, быстрая помощь пациенту. Вот даже дискуссии было на правительстве, на состоянии правительства, на одном, по поводу точности этих тестов. Насколько эти тесты точны? Потому что иногда мы даже о знакомых слышим, что вроде, как он говорит, я простыл, сдал анализ, негативно, надо ещё раз дать. Может быть, что-то они там ошиблись. Насколько велика вообще процент этой ошибки, если мы сейчас говорим действительно о ковиде? Эти тесты, которые используются для диагностики ковида, молекулярно-биологически, они очень точны. Есть такое понятие чувствительность теста и специфичность теста. Это больше 99%, больше 99% чувствительность и специфичность. Конечно, в любом технологическом проценте нюансы, которые могут приводить к каким-то неточным результатам или каким-то, может быть, сомнительным результатам. В основном, скажем так, к этим результатам приводит так называемый этап до забора образца. До забора образца очень важно правильно взять образец, биологический материал, такой, который бы априори содержал бы вот этот вирус. Мы предположим, в данном случае очень важно взять вот эти мазки из носа, из носа, из носа, так, чтобы там были эти клетки, кепатериальные клетки, соответственно, вируса. Конечно, лаборатория это определит, потому что дальше лабораторный процесс, то, что дальше, да, мы называем это уже аналитический этап, да, дальше это реагенты, и, соответственно, лаборатория имеет возможность в каждом, как бы, цикле постановки ставить, не иметь, возможно, обязательно должна иметь внутренние контроли, внутренний отрицательный, внутренний положительный контроль, то есть они идут параллельно с образцами пациентов. Если мы видим, что положительный, как положительный, отрицательный, как отрицательный, значит, 100% этим результатам можно доверять, да, то есть правильность результата. Да. Вот, может быть, ещё такой короткий подвопрос, что касается вот этого биологического материала. Вот иногда люди спрашивают, есть ли какое-то отличие и влияет ли это на точность, вот, не знаю, вид этого материала, потому что есть же возможность и через слюну проверять, да, вот. Или это всё-таки назальный, более точный? По данным Организации Здравоохранения, самым точным лучшим материалом считаются именно мазки. Мазки из носа, мазки из глотки, которые именно, потому что здесь мы берём эти клетки эпителия, где живёт вирус. В отдельных случаях допускается, ну, плюс ещё, конечно, специальные там эти бронхоскалоюмы, да, там аспираты, то есть это уже такие клинические материалы, там уже они идут, как говорится, нижние дыхательные пути, да, которые там, пациенты стационаров, там, конечно, он живёт, и там, ну, конечно, в таких обычных случаях он не берётся. Конечно, Всемирная Организация Здравоохранения также допускает исследования, например, слюны в тех случаях, с оговорками в тех случаях, когда вот эти мазки взять невозможно. Ну, например, у детей, да, в каких-то случаях, но всё равно, если дети с симптомами, то нужно стараться такое взять, у меня какие-то тяжело больные люди, в каких-то других случаях. Возможно, также при таких скринингах, да, когда происходит какой-то скрининг в отдельных случаях медицинских работников или, то есть он хронический такой скрининг, когда, скажем, раз в три дня или раз в неделю у людей берётся, значит, этот материал. Что нужно иметь в виду? Нужно иметь в виду, что в слюну этот вирус выделяется, да, он там не живёт, он туда выделяется, то есть это уже первый момент, где мы теряем чувствительность. Материал очень нестабильный, стабильность 24 часа. Требуется специальная подготовка ротовой полости, то есть, соответственно, нужно специально прополоскать рот, нельзя принимать лекарства до этого, да. Ну, то есть, целый ряд таких нюансов, да. Все это влияет, да, все это влияет, и, к сожалению, этот материал не берёт медицинский работник, да. Если вот эти мазки берёт медицинский работник, то слюну нам приносит, соответственно, в основном, в большинстве случаев пациент сам собирает эту слюну и издаёт, и поэтому, ну, здесь как бы, ну, тоже такой фактор риска. Вы упомянули 63 филиала, которые есть у Центральной лаборатории, и это вот представляется всё-таки для небольшой страны очень много. Хватает ли специалистов, как вы готовите специалистов, может быть, и как-то они совершенствуют свои знания и навыки? Конечно, это имеется в виду филиалы забора материала, да. Мы говорим о заборе материала, потому что это, конечно, дальше тестирование происходит централизованно, там, где действительно есть эти автоматические анализаторы, специалисты и так далее. Конечно, вот этот этап забора, да, потому что забирает материал медицинская сестра, и, конечно, оно, это, все понимают, что медсёстры, такой, как любые медицинские работники, дефицит, и их постоянно нужно обучать, постоянно нужно следить, тестирование, да, до этой аналитической базы, так же, чтобы были, ну, на хорошем уровне, потому что, ну, от этого, в общем-то, зависит успех дальнейшей работы. Да, вот, ведь серия не пандемии единой, центральная лаборатория, ведь делает и другие виды анализа, и традиционные. Вот, может быть, несколько слов об этом, чтобы мы не понимали, наши радиослушатели, что не только ведь на COVID сейчас работает центральная лаборатория, да. Ну, центральная лаборатория, ну, я скажу, что делает, ну, практически все анализы или спектр, затребованный спектр от врачей, все исследования, это и дематологические различные исследования, исследования клинической химии, иммунохимии, также другие спектры молекулярной биологии, и все цитологические, гистологические, то есть всего, по-моему, этих показателей, да, вот этих, как бы, параметров, ну, где-то, где-то около двух тысяч, да, есть какие-то, которые редкие, которые лаборатория не делает, да, соответственно, это может пересылаться за границу или куда-то в другие места. Спектр, конечно, ну, весь необходимый врачам спектр для постановки диагнозов и лечения, широчайший спектр, да. То есть фактически можно сказать, что центральная лаборатория делает все, что и другие лаборатории, да. Да, конечно, такие, скажем... Так, что... Да, практически все, да, центральный объем анализов, да, годовой объем анализов больше, чем 6,5 миллионов, да, то есть это очень большой оборот анализов, да, всевозможных для диагностики, ну, широчайшего спектра заболеваний, да, тут и, скажем, эндокринские, ну, весь спектр, что необходим, например, семейным врачам для того, чтобы поставить диагноз или там в дальнейшем назначить какие-то исследования, направления к врачам и так далее. Будет, конечно, развиваться спектр и онкологических исследований, специфических. На данный момент нужно сказать, что приближается, например, сезон клещей, и центральная лаборатория уже в прошлом году успешно ввела такой тест, как одновременное определение из клещей. Очень удобно, потому что, ну, присосался клещ, укусил клещ, и, соответственно, никто не знает, что же он может перенести. Поэтому это тоже... То есть это и клещевой энцефалит, и болезнь Лайма, да, чтобы люди понимали? Да, и болезнь Лайма, да, и болезнь Лайма. И это тоже та же группа вот этих точных исследований молекулярно-биологических, которая позволяет определить именно вот генетических материалов вот этих возбудителей. К тому же можно как одновременно два сделать на два возбудителя или на каждый отдель. Конечно, есть и возможность определить четыре возбудителя, то есть, в принципе, самые распространённые, значит, возбудителями является это возбудитель плещевого энцефалита и Лайма болезни, да, как вы сказали. Есть ещё две, эрлихиоз и анаплазмоз, которые более редкие, да, они реже, гораздо реже встречаются, но, в принципе, можно и вот этих все четыре определить, или, скажем, каждый отдельно, да, но как бы самые распространённые – это клещевой энцефалит и боррелиоз, и Лайма болезнь, вот и есть болезнь, да, поэтому, да, поэтому, ну, как бы большей популярностью именно пользуется вот этот тест, где именно два возбудителя или два можно определить, или каждого по отдельности. Как идёт взаимодействие у вас с врачами, кто направляет именно вот эти анализы или пациентов именно в центральную лабораторию? Конечно, ну, как я уже говорила, команда у нас очень большая, у нас, соответственно, есть и работники, которые контактируют с семейными врачами, с другими специалистами. Это ежедневный контакт, это контакт онлайн, и, соответственно, нам присылают как семейные врачи, так и другие специалисты, скажем, большая часть – это, конечно, амбулаторный этап, но также это и больницы, это и рижские больницы, и региональные больницы. То есть практически сотрудничество со всеми врачами, со всеми специалистами, семейными врачами и другими специалистами. И ежедневный контакт с врачами, ежедневные, ну, такие, скажем, консультации или какие-то дополнительные, какие-то, может быть, проведение каких-то дополнительных исследований. То есть это такой очень тесный контакт, и нужно сказать, что очень такое хорошее сотрудничество, взаимное. Вот этот вопрос, который, я думаю, вам часто задают, особенно в контексте, естественно, ковида, он стал популярный. Вот эти анализы на антитела, что вы посоветуете делать, не делать, антитела двух видов? Что здесь можно сказать, насколько, вот если все-таки выясняется, что у человека много антител, насколько он может себя чувствовать защищенным? Может быть, надо повременить с вакцинацией тогда? Вот как лабораторные специалисты, да, мы считаем, что определение антител целесообразно. Но мы же знаем, что исследования, например, все производства вакцин, любое производство вакцин всегда сопровождаются вот эти исследования, идет параллельно, определение антител, то есть как же эта вакцина действует именно на выработку иммунитета. Ну, да, лабораторные специалисты считают, что роль этих анализов необычайно важна. Здесь можно сказать, что первое, для чего можно сдавать эти анализы, конечно, определить уровень антител после вакцинации. Конечно, мы все понимаем, что вот эти значения, которые, и мы это тоже, консультация, это постоянно, как жителей мы консультируем, так и врачей, выработка антител очень индивидуальна, очень индивидуальна. Мы рекомендуем сдавать анализы на антитела примерно, ну, не мы рекомендуем, это, конечно, по данным литературы, конечно, после второй вакцинации, где-то 4 недели после второй вакцинации. Что мы сами видим, что, в принципе, после первой вакцинации, где-то, ну, не раньше, чем через 4 недели, мы видим достаточно большое, высокое образование антител. Если мы дальше смотрим в динамике, да, есть такие пациенты, да, мы их видим в динамике, то мы видим, что сначала, как бы, большое количество антител, потом через какое-то время количество антител снижается и держится на каком-то определенном постоянном уровне. На самом деле это очень, как бы, интересно знать вообще, есть ли у человека эти антитела, потому что определяют, после вакцинации вырабатываются специфические антитела, антитела именно вот против вот этого спайка протеина, через которые он попадает в человеческую клетку, этот вирус. И, соответственно, человек узнает, что да, у него есть эти антитела. Потому что, конечно, есть такое небольшое количество людей, небольшая часть популяции, у которых, к сожалению, эти антитела не вырабатываются. Да, это нужно признать, что такое есть. Уровень антител, который вырабатывается после вакцинации, конечно, очень разный. Вот сейчас, ну, вероятно, будет, наверное, где-то в июне уже полгода после того, как первые жители Латвии вакцинировались. И, конечно, интересно посмотреть будет, как же, если этот уровень антител вот через полгода после вакцинации. Что мы видим сейчас, что да, эти антитела есть. Как будет дальше, насколько, как говорится, хватит этих антител для защиты от этого вируса, конечно, это покажет время. По литературным данным это, ну, где-то, может быть, год. Возможно, это будет дольше. От этого будет зависеть курс вакцинации, как часто нужно будет вакцинироваться. Поэтому уровень антител у людей очень разный. Мы в своих результатах, которые даём жителям, ну, конечно, врачам, которые посылают на пациентов на эти антитеты, пишем, при каких значениях нужно считать, что результат положительный, потому что тесты используются разные. И каждый производитель даёт какой-то свой референтный интервал. Но там очень легко пациент видит, что если больше такого-то, то результат положительный. У кого-то это может быть 100, 200, вот при той же системе, при одной и той же. У кого-то это тысячи. Это очень индивидуальная реакция. И, вероятно, так, что уровень их, длительность их циркуляции в крови тоже будет различным. Поэтому нужно всё-таки, ну, это новая инфекция. И мало что так же, и вакцинация только что началась. Цикл вакцинации тоже ещё только разрабатывается. Поэтому вирус продолжает циркулировать. Вирус мутирует. Поэтому, вероятно, всё-таки нужно, ну, как-то смотреть за уровнем этих антител. Конечно, это не исключает, да, как все говорят и все это понимают, уровень антител или наличие антител. Не исключают инфицирование каким-то другим вирусом, каким-то мутирующим штаммом. Но всё же эти случаи очень редкие. Это редкие случаи. Да, такие бывают, но это редкие случаи. И, конечно, человек, который вакцинирован, конечно, он даже если заболеет, да, есть такие случаи, конечно, он заболеет легче, потому что всё-таки какая-то защита есть. Что касается вот мутации, о которых вы сказали, при обычных тестах они вообще видны или это нужно делать дополнительные исследования? Потому что время от времени появляется уже информация в публичном пространстве, что увеличилось чуть ли не до 70% вот этот британский штамм. Есть некоторые случаи южноафриканского и так далее. Да, вирус меняется. И сейчас больше 70% это именно британский вариант. Есть, конечно, и другие варианты. И вот этот тест молекулярно-биологический, да, он определяет любой. Вот обычный, рутинный молекулярно-биологический тест, он всё равно определяет вот этот генетический материал также и вот эти мутирующих вариантов. На данный момент это так и есть, потому что в основном мутации происходят в таком специфическом регионе, а при помощи реагентов можно определить различные другие регионы. Чтобы точно сказать, что это или британский, или южноафриканский, или бразильский вариант, существуют другие тесты. Есть те же самые молекулярно-биологические, которые тоже центральная лаборатория делает, такие исследования, то есть из положительных, из имеющихся положительных тестов, какая-то часть проводится дополнительное исследование, чтобы определить, какие варианты циркулируют. Да, потому что, ну, это важно с точки зрения эпидемиологии, потому что какие-то более вирулентные, какие-то менее вирулентные, более тяжёлые клинические состояния вызывают. Но если мы дальше хотим определить точные мутации, то есть последовательность нуклеотидов, то это уже другой метод, метод секвенирования, который проводит, например, ПМЦ, то есть там уже точно определяется, при помощи других очень сложных методов исследования, именно последовательность нуклеотидов, где можно понять, где же в каком регионе произошла мутация. Мутаций, конечно, очень много, да, это вот такое уникальное время мы живём, что этот вирус занял своё место и продолжает приспосабливаться к человеческому организму. Может быть, такой последний вопрос, что касается, наверное, планов центральной лаборатории, и понятно, что вы тоже находитесь в своём развитии, что ещё можно ожидать, что вы можете потом предложить, не знаю, пациентам, клиентам, может быть, ещё какие-то новые исследования, что вы, допустим, раньше не проводили, и, может быть, в Латвии не проводилось, может быть, какие-то ещё специфические исследования, не знаю, в гистологии, может, что-то ещё осталось, то, чего вы не делаете. Ну, надо сказать, что центральная лаборатория, конечно, очень следит за всеми новейшими достижениями лабораторной диагностики, и за тем, которые можно применить действительно в практике. Конечно, у нас вся эта информация есть, и понятно, что часть каких-то, может быть, исследований, ну, понятно, что они, может быть, не очень перспективны, и мы уже, конечно, концентрируемся на такие исследования, которые были бы полезны для пациентов, имели своё диагностическое значение. Ну, нужно сказать, что очень успешный тест на аллергии, он тоже, в принципе, начали его проводить прошлым летом, и он тоже, ну, скажем так, с этим COVID-19, в принципе, вообще другие анализы немножко как бы потеснились, потеснились, но, естественно, что сейчас мы понимаем, что всё продолжается, жизнь идёт вперёд, и один из них – это такая большая панель аллергических тестов, да, определения аллергенов, это где-то около 300 различных аллергенов на, ну, практически на всевозможные, на пыльцу, на какие-то пищевые продукты различной группы, на яды насекомых, на различные другие вещества, где практически одновременно делается этот анализ, и в течение довольно-таки быстрого времени есть этот ответ с расшифровкой, какой аллерген определён, да, то есть это, ну, приближается весна, это вот такой актуальный тест. Ещё достаточно важный тест – это определение так называемых возбудителей грибковых заболеваний, это тоже молекулярно-биологический тест, достаточно быстрый, который определяет 12 различных грибков, патогенных грибков, ну, практически те, которые имеют диагностическое значение и вызывают, поражают ногти, кожу, волосы, и тоже одновременно можно исследовать, соответственно, вот этих 12 различных возбудителей вот этих кожных заболеваний. Ну, нужно сказать, что вот в это так называемое ковидное время, что мы знаем об этом вирусе, да. Вирус, к сожалению, оказался очень коварным, и он вызывает, ну, поражает не только лёгкие, да, ну, как бы у этого вируса терапизм к лёгочной ткани, но он поражает и другие заболевания, то есть другие органы, да. Это сердечно-сосудистая система, почки, клетки головного мозга, другие органы. И это приводит также к ослаблению общего иммунитета. И там, где ослабляется общий иммунитет, появляются другие заболевания. Я это говорю к тому, что, в принципе, наблюдается такой прирост различных грибковых заболеваний из-за этого, как только снижается. Да, конечно. Да, поэтому, скажем, мы не будем говорить здесь о тяжёлых таких микозных заболеваниях, да, внутренних органах. Но и также вот как барьер, наша кожа, это тоже как барьер, да, как барьер... Да, а то активизируются все патогенные микроорганизмы, да, как мы знаем. Да, и тут мы тоже видим, что, в принципе, если мы видим такие проблемы, то, что мы их видим, то, что мы их видим, это ещё ничего не значит. Нам нужно знать, что это. Чтобы знать, что это, нужно провести лабораторные исследования, чтобы знать причину. Только когда мы знаем эту причину, мы дальше можем её успешно лечить, соответственно, применять какую-то терапию. Ясно. Спасибо большое. Елена Староженко у нас была на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо. Хочешь выиграть 100 евро? Зайди в свой профиль via SMS.